Всем привет! Это небольшой видео-обзор машины Raven R3. Автомобиль новый, сейчас на нем 1931 км пробега. Автомобиль очень нравится, очень приятный, плавный ход у него, хорошие обороты. Несмотря на то, что двигатель всего 1,5 и 107 лошадиных сил. Полный электропакет, задние стеклоподъемники, регулировка зеркал, обогрев зеркал, есть также обогрев заднего стекла, кондиционер, система стабилизации передвижения ESP. Также идет хорошая магнитола здесь, про нее часто многие люди на форумах, на ютубе писали, что она плохо играет, но я не соглашусь с ними, потому что нужно ее было просто настроить. И настраивается она вот в этой кнопке меню саунд. Здесь не так уж и много настроек, ее нужно удержать, по-моему. Да, и вот мы теперь видим настройки басов, средних частот, трэмп, баланс. Немного порегулировав настройки, я пришел к оптимальному варианту и звук стал просто идеальный. Он стал с басом, достаточно необходимым для комфортной езды, мне никакой сабвуфер, дребезжащий не нужен, чтобы стекла колыхались, поэтому звук просто отличный. Он идет стерео, окружает спереди и сзади, здесь колонки установлены спереди и сзади, это очень качественный звук, мне нравится. Такой салон, еще интересный момент, что здесь есть разъем для USB, он соединяется с данной магнитолой. Но я думал, что это логично, чтобы это была еще и зарядка, но, увы, заряжать телефон он отказывается. И после того, как я еще прочитал инструкцию к автомобилю, убедился в том, что зарядки там нет, поэтому пришлось докупить такую зарядку и вставлять по-привычному в прикуриватель. Коробка механическая, пятиступенчатая, с таким интересным кольцом для включения задней передачи. Может быть, для некоторых это будет непривычно, но дискомфорта не доставляет. Также многие говорили, что кнопка аварийки установлена не на том месте, то есть заводы ставят ее туда. Некоторые люди хотят ее переставить себе на свою водительскую сторону. Не вижу никакой проблемы в этом, потому что куда удобнее дотянуться до той кнопки, расположенной справа, чем тянуться сюда себе под руль, под колени. Здесь у нас есть классные подстаканники, тоже очень многие люди говорили, что здесь данный подстаканник не очень комфортный, типа он вмещает не все, что нужно. Но для того, чтобы разместить, например, небольшую бутылочку газировки или колы, можно использовать вот такие подстаканники. А также классно сюда встают пластиковые стаканчики из МакДака. Здесь есть пепельница, я не курящий, поэтому мне это как ящик для проводов или для мелочевки. Что здесь можно сказать? Регулировка фар при загруженности автомобиля нужно регулировать, если у вас полная загрузка до тройки, если средняя, до двойки, либо если вы один пустой, то на нуле. Здесь есть также такой компьютер, где вы можете посмотреть расход топлива, температуру за бортом, сколько осталось бензина на километраж. Также можно посмотреть, достаточно ли накачаны ваши колеса. Если колеса не накачаны до нормы, то у вас загорается индикатор, что нужно остановиться и сделать ровную, так сказать, подкачку колеса, чтобы все были до показателя 2,3. Расход топлива 8,7 литров на 100 километров. Это если я ехал сегодня без кондиционера. Когда я включаю кондиционер, соответственно, расход увеличивается. И порой я вижу на приборе здесь 13 литров на 100 километров. Здесь также есть часы, и, насколько я знаю, там установлен еще датчик какой-то микросигнализации. И при закрытии машины там загорается лампочка. Бардачок маленький, ничего туда не положишь, кроме салфеток. Что еще можно сказать по машине? Задний ряд вполне комфортный. Еще хочу также сказать, что я долго выбирал, какой цвет взять. В принципе, выбрать можно было из всех, которые доступны на автозаводе. Как по мне, серо-перламутровый цвет – это самый красивый цвет, который смотрится на этом автомобиле. Черный цвет делает машину маленькой. Белый цвет машину сильно дешевит, как на мой взгляд. Еще были из вариантов цвет серый асфальт. Он достаточно смотрится солидно, но дает немного зеленовато. И все равно я сделал выбор в пользу серо-перламутрового и остался очень доволен этим. Конечно, на выбор цвета каждый пусть решает сам, кому какой нравится. Но вот у меня были такие варианты. В принципе, вопрос у меня стоял, я не мог решиться. Возможно, кому-то тоже будет интересно посмотреть цвет машины перед приобретением. Ну все, удачных вам покупок данного автомобиля. Я думаю, вы останетесь им довольны. Если вам понравилось это видео и вы хотите следить за тем, каков этот автомобиль в эксплуатации в дальнейшем, чтобы я записывал видео о каких-то его нюансах и тонкостях, подписывайтесь на этот канал и пишите в комментариях свои вопросы, что бы вы хотели узнать перед приобретением. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.